Я подумал, а как это все строится, что мы делаем, и как вам четко дать какую-то рекомендацию, особенно тем, которые чувствуют себя еще где-то далеко, одиноки в своих регионах, и у вас есть хорошая мотивация, хороший настрой начинать серьезно заниматься развитием своего региона, но иногда, наверное, бывает момент, что не понимаешь, что делать, как быть и как все это начинать. Поэтому составил такие серьезные перечень пунктов, которых я считаю, что мы все, ну я прошла, и многие со мной вместе это прошли, и этим хочу и сегодня поделиться, и пришлось вернуться немножко в историю, подумать, как это все было, из чего началось, и почему мы теперь так сильно идем вперед. Результаты радуют нас, и не только радуют, результаты удивляют иногда нас, и не очень довольны, и это происходит буквально на глазах за очень короткое время, и это сюрприз, это какой-то подарок свыше, что так успешно мы можем развиваться. Ну вот для начала я решила вам рассказать о том, как это все было, и показать время, и реально, что за короткое время очень многое, что можно измениться и сделать. Поэтому вот первый мой пункт, это мае 2015 года, я полистала обратно статистику и поняла, что в прошлом году, в мае, то есть это целый год тому назад, объем по Латвии, я сейчас один объем буду показывать, объем по Латвии был 6,5 долларов, 6500 долларов. И как мы знаем по нашим трейс-курантам, то 2% это дополнительный бонус лидеру региона. На тот момент это было 130 долларов, вот ты думаешь, что с этими долларами сделать для того, чтобы развивать по-серьезному регион. И не зря я начинаю с таких цифр, потому что многие, кто сегодня, как говорится, берутся за это дело, еще даже и не имеют этот объем. Я знаю, несколько месяцев еще тому назад, и у меня не было этих объемов. Поэтому вот на реальных цифрах надо смотреть и думать, как с этим быть и что делать. И теперь я хочу рассказать этот опыт, что было такое понятие, что давайте начнем с офиса, чтобы все было престижно, красиво, уютно, и будет где встречаться, и где развивать бизнес. И этот офис, к сожалению, он очень долго пустовал. То есть, что показал офис? Серьезные реальные презентации в нем не делаешь, а такие регулярные встречи, просто встречаться партнером, получались как приход, посиделовка, поговорить обо всем, не только о нашем бизнесе, но и обо всем другом. И как-то не было такой возможности концентрироваться, и даже, может быть, и сами люди, которые приходили, не чувствовали эту ответственность, что это именно рабочая встреча. Больше получилось, как клуб друзей, которые то один раз одни приходят, другой раз другие приходят, и не развивается такая четкая работа. И вроде офис удобно и хорошо, и в то же время совершенно он не давал результат. Притом, смотря этот объем и смотря доход дополнительный, поднимается сразу вопрос, за какие деньги можно содержать офис, кто этим будет заниматься. Если рассматривать, что мы уже в столько странах, и рассчитывать, что это будет оплачивать компании, ну тогда нам денег не хватит на построение экопарка. Поэтому, я думаю, никто не обижается, и все понимают решений компании, что здесь компания не вкладывает, свои средства не тратит, и нам нужно искать свои какие-то ресурсы. И что показал офис? Люди приходят, уходят, и как-то они в офисе не чувствуют себя, как на своей территории, не несут никакой ответственности, им очень удобно прийти и уйти, и если хочу, прихожу, не хочу, не прихожу. А кто берется за офис, вся ответственность падает, то есть на одного или на несколько людей. И как-то это совершенно результат не давал. И в то время я поняла, что вообще нет и серьезной команды, команды, с которой строить бизнес. То есть есть очень много инвесторов, очень много партнеров, но они все где-то гуляют, каждый по своей как-то отдельности. И даже были затруднения два раза в году собрать эту публику на более серьезные конференции. И вот был такой очень сложный момент, я для себя его считаю сложным и очень важным моментом, потому что я стояла перед выбором, что делать. И такое ощущение было, что да, в компании есть много инвесторов, но ни у кого нету такого ответственно серьезного интереса строить этот бизнес дальше и довести до конца, то есть довести до результата, чтобы мы все чувствовали свои гарантии, свои уверенности и очевидность того, что проект будет реализоваться. Потому что быть просто инвестором и смотреть со стороны, как это происходит, это достаточно глупо. Это реально могло привести к тому, что в один момент мы понимаем, что недофинансирование очень серьезное. Поэтому, мне кажется, здесь все, кто собрались, уже давно-давно поняли, что мы все-таки несем ответственность за то, как проект двигается дальше и насколько стабильно мы сами в нем можем чувствовать и как серьезно можем об этом рассказывать людям, которых мы привлекаем и которые уже за нами пошли. Поэтому этот момент выбора был именно таким, остаться инвестором и присматриваться со стороны иногда два-три раза в году, где-то побывать на каких-то больших мероприятиях, узнать, что там происходит, или все-таки взяться за такой ответственный момент и принять решение, что бизнес нужно развивать и двигать дальше. И я пару месяцев колебалась в этом состоянии. И состояние было очень неприятное для меня, потому что мне нравится, когда все по полочкам, когда я четко знаю, что я делаю, куда я иду и чем я занимаюсь. И вот это принятие решений – момент такой неприятный. Но когда принимаешь решение, неважно, такое или другое, всегда все складывается и начинается какое-то движение в том направлении, куда ты смотришь. И вот я специально отметила вам дату. Я четко знаю, что я себе 1 августа поставила, как говорится, задачу и сказала, что все, я берусь за Skyway. Я пришла в этот проект, потому что хотела его развивать и поддержать. И даже неважно, какая команда, какие люди вокруг, кто хочет, кто не хочет. То есть это было решение мое. И появились сразу ясные позиции, что делать. И в принципе я попала в ситуацию, когда было такое ощущение одиночества в проекте, что знаю, что в округе сотня инвесторов, но нет команды, с помощью которой можно делать серьезные шаги. И значит, надо было принимать решение и начинать снова. Вот Ирина не даст соврать, и она знает, что я в это время и к ней обращалась, так как она является моим пригласителем, и мы хорошо в команде работаем, общаемся. И я так и ставила задачу. Все, я на нулевом пункте. Или уйти из проекта, остаться инвестором, или начинать что-то делать. Начинать делать – это искать людей, которые готовы идти вместе. И знаете, когда вы принимаете решение искать людей, то получается очень интересная ситуация. Вам не так много нужно искать, потому что они просто сами приходят к вам. И это действительно так происходит. И появляются люди, не понимаешь откуда, совершенно чужие, по другим путям, просто нас сводят вместе. И не всегда они твоя структура. Я хочу сказать, что начинала я этот серьезный путь именно с людьми, которые подключились с параллельных структур. То есть это не мои лично приглашенные, это просто появились активные люди, которые тоже сказали, у меня есть время, у меня есть интерес, у меня есть желание. Я тоже хочу что-то делать ради проекта. И таким образом, скажем, сентябрь, наверное, был вот этим моментом, таким толчком. Мы сорганизовали конференцию в Риге, на которую, к сожалению, собралось, по-моему, только около 50 человек, это для конференции маленькое количество и намного меньше, чем было на предыдущих конференциях. То есть был четко, проявлялся такой спад, спад в системе, спад в бизнесе. И казалось, что все как-то расходится просто. И вот нужно было собрать эту конференцию и после конференции выстраивать систему. И здесь я написала отдельный пункт, потому что это может касаться многих из вас, что приходится делать и другие решения. И я сделала решение, то есть последствием моих действий стало то, что нужно было уже уходить и сработать. То есть если в начальном этапе мы начинаем развивать регионы, работать и находимся еще в каких-то своих основных работах, и делаем это, не знаю, по вечерам, по выходным дням, то есть, конечно, всех настраивая на то, что иметь результат, это посвятить этому много времени. То есть это становится приоритетом. На какой-то определенный период развития проекта становится приоритетом по отношению к всем другим делам, которые у вас в жизни были до этого. Поэтому с этим обязательно нужно считаться. И вот, начиная от развития, вот план развития, я вам предлагаю пройтись по всем этим пунктам. Кто-то может себе записать и просмотреть свою ситуацию. Я думаю, что многие пункты вам могут помочь. То есть первое – это поставить задачу, найти партнеров, с кем вместе делать. И если вы себя видите как лидера региона, то важно не только думать о своих лично приглашенных людей. Работайте вместе с любым человеком, который находится в проекте, который мыслит так же, думает так же, кому болит все это и кому в душе лежит этот проект. Просто работать в команде. То есть здесь приоритетом становится не личный какой-то денежный интерес, а в принципе развитие, наверное, двигает глобальный интерес. Глобальная задача – сдвинуть проект и просто дать ему определенный ритм развития. Поэтому первая задача – это найти партнеров, с кем это делать. Один ты не воин, одному очень сложно, одному грустно. И у меня были эти ощущения, что я одна в проекте, хотя я знала, что тысячи людей в проекте находятся. Просто нет рядом тех людей, того плеча, с которым вместе это делать. Поэтому вначале это достаточно иметь одного человека, двух, трех. Вот как у вас повезет, но четко ищите этих людей, поставьте себе задачу и просите, чтобы все дороги свели вас с этими людьми, и с которыми вместе дальше идти. Второй момент, как вы понимаете, как принимаете решение о развитии, это нужно выстроить систему. И система – это сперва система для каждого из нас. То есть я себе делаю сразу график. График делаем, не согласовываясь с кем-то другим. Вот открывайте календарь, распланируйте, как вы дальше будете работать, сколько у вас рабочих вечеров, сколько у вас суббот. Вы можете этому позволить, у каждого своя ситуация. Но это нужно составить график и сказать, я буду сейчас работать по этому графику, несмотря ни на что. Сколько у меня будет партнеров рядом, поддержки. То есть я это делаю, выстраиваю систему для себя. И к этой системе я буду подтягивать людей, кому это тоже подойдет, и с кем вместе это можно будет делать. И при том не думать в первый момент о результатах, просто идти и делать. Когда мы провели одну-две презентации уже после вот по этой системе, я помню, что одна из моих коллег спросила, ну где ж люди, где ж развитие? И я тогда ответила одним предложением. Дай мне времени, дай времени как минимум месяца три. Давай не будем смотреть, что у нас сегодня по результатам, будем просто идти и делать. И через месяца три посмотрим, какой будет результат. И это очень правильное решение. То есть мы не плачем о том, что через первую неделю, после первой недели мы не чувствуем серьезных результатов. Просто идем по системе, четко по системе идем и действуем дальше. Следующий пункт – это обязательно составили себе график и настроили себя на презентации. Да, презентации нужно делать, потому что до того момента, пока начинаем вести презентацию, мы работаем с личными беседами. И если работать где-то в офисе или в кафе или дома, в кружках, это всегда получаются беседы. И беседы, они разные, но иногда они такие дружные, не доводятся до конца и не получаем окончательный результат. Презентация, она настраивает вас. И она от вас больше требует ответственности, и нужно на это готовиться и как-то по-другому. То есть выстраивается презентация, она сразу дает и другой результат. И под презентацией начинают подтягиваться и ваши партнеры, и команда, и, значит, и люди приходят, и все это нужно делать. Вот, и в тот момент было решено, что от офиса нужно отказаться, нужно презентации вести в каких-то других помещениях. И решение с гостиницами, я думаю, это очень хорошее решение. Могу порекомендовать тем, которые в больших, дорогих городах. Я тут смотрю, у нас тут и Германия, и Италия, и разные представители. Если это очень дорого, ищите параллельно какие-то другие возможности, но это очень важно найти помещение, в котором можно делать презентации уже не в виде переговоров, а именно у вас есть экран, у вас есть презентация, компьютер, и вы показываете все на стене и ведете уже по принципу презентации, как мини-конференции. И вначале, естественно, вернемся к тому, какой был оборот и какие были дополнительные средства. Вначале нужно рассчитывать на то, что придется и какие-то денежные средства вкладывать. И какое-то время вы работаете, и поэтому мы принимаем решение, где это делать, как с этими расходами справиться, с кем их делить. Поэтому приходится идти по пути, что искать зал с доступной ценой, идти к руководителям этих гостиниц или предприятий, где эти помещения издаются, договариваться о скидках, выйти на какой-то экономичный класс и даже на презентацию все-таки делать платный вход и собирать 1-2 доллара, евро, какие у каждого деньги, ну, примерно, да, в этом объеме пару долларов собирать на вход. Я считаю, что вначале это хорошо. Если это делать регулярно, постоянно, то мы видим, как на это реагирует наша структура. В какой-то момент им не хочется уже платить этих пару долларов, особенно если они приходят каждую неделю. И некоторые люди именно из-за этого уже уходят с этих презентаций и не приходят регулярно, потому что даже не хотят вот эти мелкие деньги вкладывать. Вот такие у нас вначале партнеры, то есть финансовую ответственность, организационную ответственность, мало кто берет на себя, поэтому нужна хоть небольшая команда, с которой можно этот вопрос решить и очень как-то плотно держаться друг за другом и поддерживать. Для презентации. Приходим мы к такому моменту, что, да, нужен компьютер, нужна техника, поэтому тоже партнеры нужны, потому что кто-то лучше справляется с компьютером, кто-то лучше с организационными вопросами, кто-то лучше выступает. Моя личная ситуация тоже была такая, что есть домашний компьютер, есть планшет. Пока ведем переговоры в кафе, в офисе, можно работать с планшетом. Когда выходишь на аудиторию, планшет уже не подходит. То есть нужно принимать решения, искать технику, организоваться так, чтобы действительно соответствовать плану презентации. И что мы видим по командам, я в своей команде вижу, то есть мы действительно друг друга поддерживаем. Кто-то справляется с компьютером, кто-то с проектором, кто-то с регистрацией и сбором денег, и кто-то умеет очень хорошо договариваться о скидках у начальников гостиниц. То есть здесь команда проявляет свои сильные стороны, и это все начинает вместе работать только в одно направление, то есть в пользу. Дальше, когда у вас процесс пошел, у вас есть техника, у вас есть презентации. Кстати, насчет презентации. Вначале не было общих организованных презентаций. Мы должны были придумать, как это делать. Мы делились опытом друг у друга, смотрели, у кого хорошо идет. Тут у нас был Райвел, как пример из Эстонии. У него очень хорошие продажи, что мы говорили, Райвел, поделись, как ты это делаешь. Потом мы смотрим, кому-то удается хорошо делать презентации, материалы. Есть сейчас сегодня общая презентация. Моя рекомендация вам – не работайте чисто по общей презентации. Она сделана, как моменты отчета, для того, чтобы вы не забыли, о чем нужно сказать. Но для того, чтобы реально донести информацию для людей, нужно составить презентацию, которая, как я говорю, вы пропускаете сами через себя. Вам нужно обязательно добавлять свои слайды, менять их местами, расставить в таком порядке, как вам удобно говорить. И как вы сделаете свою презентацию, где вы хоть два-три слайда добавите и расставите их по вам удобному порядку, вы поймете, что презентация происходит на другой волне, с другой энергией, и люди по-другому это воспринимают. Поэтому пользуйтесь тем, что компания рекомендует, но старайтесь найти возможность менять эту презентацию и добавлять все, что вам нравится и хочется. Здесь тоже даю такую небольшую рекомендацию. Не всем удается это делать самостоятельно. Кто-то из нас учится и совершенствуется в этом процессе и делаем очень хорошие, уже достаточно хорошие свои презентации. Но когда не справляетесь, у меня тоже был момент, когда были хорошие идеи, которых я самостоятельно не могу реализовать, я просто обращалась к профессионалам. И находятся знакомые молодые мальчики, девочки, которые классно работают с компьютером и быстро понимают вашу идею, составляют, помогают и оформляют. Потом постепенно мы уже подтягиваемся и много делаем сами. Но есть необходимость, спрашивайте помощь, чтобы вам создали материал, который вам нужен. То есть просто я вроде-таки как азбуку, но реально я и еду в гостях на разных презентациях, и когда я вижу, что презентация ведется в учетке, есть столько слайдов, сколько сделал Павел Манылов, спасибо ему за основную презентацию, но когда вы постоянно работаете с этим материалом и не прикрепляете туда ни одну новость, ни один дополнительный слайд, и никаким образом ее не разукрашиваете, она становится грустная и неинтересная. Если она уже грустная и неинтересная, какая реакция может быть в зале? Поэтому вот все то, что вы можете вложить от себя, это, конечно, классно. Поэтому этим тоже нужно понемножку заниматься. Дальше, когда у вас команда чуть-чуть развивается, даже не только лидерская команда, а находится группа людей, которые готовы с вами работать. Я предлагаю делать такое, условно говоря, собрание партнеров, но главное – это встречи. Да, были моменты, когда у нас были серьезные пункты, которых обговаривать и даже обучать партнеров, но самая главная цель этого собрания – это как-то обсудить, что у нас происходит, как наша команда работает, какие объемы мы делаем, что мы можем делать и как вместе строить какие-то планы. И я помню одно наше такое собрание, когда мы не знали еще, какой объем у нас накапливается за месяц, и я задала вопрос в команду, давайте поставим цель, на какую цель мы пойдем в течение месяца. Это было в самом начале этого года. Сперва тишина в зале, потом тихонечко кто-то начинает говорить какие-то определенные цифры. И знаете, люди назвали цифру 30 тысяч долларов, объем текущего месяца. Когда мы закрыли месяц, оказалось, что мы сделали 28 тысяч с копейками. То есть насколько мы были близки к этой цели, даже не зная свои возможности, свои силы. Но что самое главное в этот момент произошло, когда мы назвали общий планируемый объем 30 тысяч, нас в зале было где-то 15 человек. И мы сразу разделили. Я говорю, давайте разделим. Если мы ставим цель 30 тысяч на месяц, разделим на каждого задачу. Определим. Разделить на 15 человек, это каждому сделать 2 тысячи долларов объем в течение месяца вместе со своей командой. То есть вернуться домой, обзванивать команду. И смотрите, нужно продолжить следующий расчет. У меня в команде 5 человек, 10 человек, 30 человек. Смотря сколько у вас у каждого в команде, разделить эту задачу на этих людей, и получается очень небольшой объем, который нужно сделать каждому партнеру. И тогда задача становится очень реальной. И знаете, пока мы сидели и считали, мы пришли к тому, что 30 тысяч мы ставим целью, 15 человек у нас в зале. То есть каждый берет на себя 2 тысячи объем за месяц. И кто-то сидит, считает свою структуру и говорит, ну, 1800 я уже сейчас могу обещать. И понимаете, и закрывается месяц, и мы понимаем, что мы легко это сделали, и сделали даже еще больше. Вот получив этот результат 30, мы, конечно, ставим следующие цели. Поэтому нужно обязательно планировать и нужно отчитываться. По планам, вот теперь, исходя из своих показателей, Ирина там показала таблицу с объемами, вот просто смотрите свой сегодняшний показатель и ставите следующую цель. Кому-то это могут быть 5-15 тысяч. Вот, спасибо, Ирина. Кто-то может ставить 5 тысяч, кто-то 15 тысяч, кто-то уже знает, что следующая цифра 30. Мы говорили о том, что текущая задача 30 тысяч нужно сделать в следующем, в дальнейшем 50. А приближаясь к 50, ставим уже цель 100 тысяч. Доходя до 100 тысяч, правильно, ну, мы ставили цель удваивать свой результат, в какой-то момент удваивать, и теперь мы ставим задачу на 50 процентов делать рост. То есть, достигая большие объемы, не всегда можно планировать удваивание, но 30-50 процентов роста это должно намечаться. Поэтому ставим эти цели, делаем расчеты и двигаемся дальше. Это по плану. Когда мы делаем план, мы должны и отчитываться. И вот я вела в свою систему, в структуру, в систему такой порядок, что мы каждое первое число сами себе отчитываемся и, как говорится, складываем вместе эти показатели. Я вам тоже рекомендую спрашивать это от ваших лидеров или просто людей, которые самые активные у вас в команде и начинают развивать вашу команду. Потому что это классный показатель. Вы начинаете следить сами за своим развитием. И это очень интересно. Следить за своим развитием. То есть у нас 5 пунктов. Если кто-то не знает, запишите. По-моему, уже все знают, что входит в эти 5 пунктов. То есть каждое первое число мы смотрим, сколько у меня людей на первой линии, какой объем сделал первая линия. Это второй показатель. Третий пункт – сколько людей у меня в структуре. И какой объем, четвертый пункт, какой объем сделал структура. И пятый показатель – какой статус я имею на данный момент. Мы знаем, что статус у нас меняется в текущем процессе. То есть в течение месяца человек может пройти даже несколько позиций по статусам, особенно в начальных этапах. Мы знаем, что только что у нас был праздник в Экофестивале. Мы поздравляли людей, которые достигли статус лидера. А вчера-позавчера они уже достигли статус мастера. То есть у нас статусы тоже быстро растут. И это замечать в структуре очень хорошо. Поэтому план и отчет – это тоже двигает. И когда мы делаем отчет, мы понимаем, как мы реализовали свои планы. На 20%, 30%, 50% или 100%. И когда вы видите, что начинается развитие, есть такой момент, когда можно планировать удваивание своих результатов. И несколько структур у нас это достигло, показало. Это в целом, конечно, влияет на общий рост. Это очень сильный показатель. Кроме этого, мы смотрим в нашей команде, где те люди, которые могли бы делиться информацией. То есть восьмой пункт – новые спикеры. Не все люди готовы читать сразу полностью всю презентацию, всю лекцию, особенно если приходит много новой публики, задаются всякие каверные вопросы с целью, как говорится, нас смущать, и они всегда думают, что у них самые сложные вопросы. И поэтому здесь отвечать нужно командой, работать нужно командой, но нужно начинать новым спикером говорить. И таким образом лидерский состав, ведущая лидерская группа растет, развивается, и мы можем уже друг друга заменить. Это очень важный момент – друг друга заменить. По плану еще хочу вернуться, по плану действий не сидите на месте. Вот в плане очень важно намечать стратегические места, стратегические направления, куда двигаться и развиваться. У нас уже несколько городов, побольше и поменьше города. То есть с каждым месяцем мы сейчас развиваем те точки, в которых мы уже делаем свои презентации. То есть не сидим в одном городе. И скажем, почему я стала представителем и Латвии, и Литвы? Потому что в тот момент, когда в Латвии бизнес совершенно не развивался, я и видела, что по соседству в Эстонии он развивается очень хорошо, в других странах развивается очень хорошо. Я поняла, что просто такой момент в Латвии, когда ты постоянно в этом моменте, что нету, нету, нету развития, нету результата, и у тебя появляется недовольство, и нету настроений, нужно искать какой-то выход. И я приняла решение выехать, как говорится, чуть-чуть подальше и обратиться к тем знакомым людям, контактам, которых я имею, и просить возможность составлять совместные планы, давайте начнем развитие. И знаете, потом ты выходишь из этого состояния, когда ничего не развивается, просто непонятно, начинаются действия и там, и там, и там. И вот на сегодняшний день я специально перед тем, как готовилась, зашла и посмотрела наш график презентации. На май месяц наша общая команда, мы делаем по официальному расписанию, мы делаем 25 презентаций в текущий месяц, май месяц. Кроме этого, я знаю, что у нас появились новые регионы, мы уже там добавили несколько дат. Реально мы проведем больше встреч, но это 25 живых встреч по нашим регионам. Я думаю, это очень хороший показатель. Это не одна-две презентации. Это значит, что параллельно в разных местах, в разных городах они проходят. И это результат новых спикеров и лидерского состава. То есть развивается команда, и новые спикеры. Мы можем уже делить свой график, то есть не успевая, одна персона не может успевать быть везде. Но составляя командную работу, мы можем меняться, друг друга дополнять и успевать делать намного больше. Когда у вас уже отложена работа, что у вас работает местный, ваш город, какой-то соседний выездной город, куда вы можете выехать, как я вам говорила, план составляйте для себя, потом ищите партнеров, которые с этим планом соглашаются. У меня были ситуации, когда мои партнеры сейчас могут улыбаться, все, кто тут есть на платформе, я уже не хочу по именам называть, но тут мои коллеги, которые знают, что звонят и говорят, давай отменим эту презентацию, тут или солнце светит, или праздник, или дата какая-то красная в календаре, или что-то такое. То есть что мы делаем? Нет, не отменяем. Кто-то не успевает, не приезжай, не выступай, кто-то другой тебя заменит, но давайте не отменять мероприятий. Мы выставили график, идем и работаем. И мы видим, что если на первых презентациях приходит там 3-4-7 человек, то потом уже 15, потом уже 25 и 30, и процесс, он уже не останавливаемый. Мы приехали, вернулись с Экопарка, и, как я говорю, сделали мини-фестиваль в Риге, потому что нам на презентацию после поездки пришло около 100 человек. Мы тоже не готовы на это были. У нас не хватало мест в зале, принесли все соседние стулья, и еще люди стояли на презентации. Такое происходит, то есть такой поток. Меняем один зал за другим. Начали с экономными, малостоящими помещениями. Старались уложиться в час, когда больше людей, больше вопросов. Не уложиться в час. Уже мы берем помещение на 2 часа. И таким образом работая, просто переходим с маленького помещения на более приятный зал, с такого хорошего зала уже на очень большой зал. Развиваемся, работаем. То есть результат показывает, что нужно быть эластичным. И все это время мы не пришли обратно к решению, что нужен офис. Потому что некогда сидеть в офисе, некогда в нем сидеть. Когда едешь к людям, они собираются более активно, и везде происходит очень позитивное мероприятие. И вот этот результат, который я сейчас показываю, еще цифры хочу вам назвать, я реально говорю, что это живые встречи, живые презентации и, можно сказать, теплые контакты. Здесь очень мало людей, которые пришли по холодным контактам. Я понимаю, что есть профессионалы, которые работают именно с холодным рынком, но в холодном рынке есть совершенно другое процентальное соотношение. Я хочу похвастаться, что в наших структурах, у всех наших лидеров есть очень высокий показатель отдачи. Очень мало пустых регистраций. Это только потому, что везде срабатывает человеческий фактор и человеческий контакт. Он очень важен. И когда мы выезжаем на этих встречах, мы даем все-таки очень много энергии и мотивации. И это, наверное, и есть основной момент, почему у нас растет этот результат. Когда у вас работа отложена, у вас может случиться ситуация. Вот сегодня Ирина еще раз показывала таблицу, где Франция отмечена красным цветом. Я тоже сегодня хочу упомянуть Францию. Да, сегодня 59 190 объем. Это серьезный объем. И возвращаясь обратно в историю, хочу сказать, что людям, которые появляются в отдельном регионе, в новом регионе, конечно, сложно. И так как Франция начала развитие в моей структуре, под моими лидерами, то мы приняли решение, что нужно людей поддержать, кто это начинает. Это Дагней тоже сегодня присутствует. И смотрите результат. Вот в январе мы решили, что давайте вместе развивать регион. Там далеко кому-то одному очень сложно. А регион очень потенциальный. Поэтому давайте прикладывать усилия. И смотрите, результат 750 долларов был объем в январе. Неполных 60 тысяч на сегодняшний день. Объем за один месяц. Это работа трех месяцев. В чем секрет этой работы? Это командная поддержка. Это ночные переговоры в скайпе. Это реальный план поездок. Это реальный план живых мероприятий. Потом от живых мы уже выстроили систему, что можем общаться и в интернете. И теперь у нас смешанная система. Мы встречаемся и на вебинарах, и на живых встречах. То есть моя задача была выполнить роль ментора в течение трех месяцев. То есть выезжать на регион. Выезжаем, начиная вот с этим объемом. 750 долларов. Объем месяца. Но мы видим потенциал. То есть в первую очередь, это не вопрос денег, это в первую очередь вопрос развития региона, развития проекта и дать людям возможность и проекту возможность. Сегодня, я думаю, Франции можно пожать руку. И огромную работу сделал Дагна и сама, потому что это постоянные переводы. Работать с людьми, которые ни одну букву не понимают на русском языке, а работать с кабинетом, который на тот момент был только на русском языке. Вы представляете, какая это работа? Потом появляется английский язык. Оказывается, что 80% французов тоже английским языком не пользуются. То есть только большая работа. Это поддержка прямого спонсора, прямого лидера. То есть это команда Дагна и с Эрнестом вместе. И мои поездки, потом уже общая работа на все переводы. Это запуск региона. Запуск региона и система. И опять показатель системы. Встречаться каждую неделю. Если не можем вживую, встречаемся на своих уже отдельно организованных вебинарах. Не на общих вебинарах, которые компания предлагает, а мы для своей команды специально встречаемся и делаем. И находим группу людей, которые готовы сперва по 10-15 минут выступать. А теперь уже мы видим, что французский вебинар может быть 80% на французском языке, когда уже местные партнеры начинают это делать. Тут присутствует, по-моему, сегодня Франческо. Он тоже может подтвердить, что у них так же происходит. Что уже местные на своем языке принимают эстафету и начинают работу. Но вначале мы выстраиваем систему и за этой системой держимся. И здесь я просто иду дальше и говорю, вот три месяца прошло. Страна, новый регион показывает, что развитие уже заметно и остановиться уже нельзя. Это будет только развитие и развитие. Идем дальше. И вот, дорогие друзья, подключайтесь, потому что новый регион Молдавии. И 22 мая я еду в Молдавию. Мы начинаем развивать новые регионы. Я тоже планирую следующие три месяца поддерживать этот регион. Я поздравляю людей, которые появились. И здесь тоже интересная ситуация опять. Это не моя личная структура. Это параллельные структуры, но в них появились активные люди, которые обращаются за помощью и говорят, что мне делать для того, чтобы стать лидером региона Молдавии. Вот что мы делаем. Мы назначили первую общую живую конференцию. Не конференцию, а презентацию, так правильнее говорить. Поэтому более четкая информация скоро появится. Мы сейчас подыскиваем помещение. Но 22 мая это открытие нового региона. Мы начинаем развитие в Молдавии. Вы смотрите на своих соседей, направо, налево, на ближайшие страны. И готовьтесь, и едьте, развивайте параллельные регионы. А те, кто внутри, начинайте работать со своим. И вот результат команды. И я действительно хочу поблагодарить команду, потому что и сегодня на планерке. Это основная группа, это вся команда на месте. Литовская команда, латвийская команда, эстонский представитель. Только с командой. Тем, что мы теперь чувствуем, что мы друг на друга опираемся, можем положиться, можем друг друга заменить. И в команде планируем. И это уже такой внутренний костяк. Мы как одна семья, по-моему. Мы настолько друг друга уже чувствуем, мотивируем и понимаем, что останавливаться никак. И вот из команды создается лидерский совет. Я очень рекомендую. Здесь очень важный момент для... Продолжение следует...